Какие навыки мы с Александром Степановым используем для того, чтобы достичь успеха? Мы будем говорить и когда ты в найме работаешь, и будем говорить, когда у тебя свой бизнес или когда ты эксперт. В принципе, эти правила все они универсальны. Первый секрет успеха, рецепт. Что это вообще такое? Расскажи твое видение. Начнем сначала вообще с понятия, что такое успех и что такое удача. Вообще, как я к этому отношусь? Многие люди воспринимают, что, во-первых, они не смогут ничего добиться, если у них не будут родителей. Или удачливые люди, у них все получается, я какой-то неудачник и так далее. Как я воспринимаю удачу? Удача – это ситуация, которая тебе подвернулась в момент какой-то нужной в жизни. И при всем при этом у тебя есть определенные навыки, как ей воспользоваться. Если у тебя навыков нету, то, скорее всего, никакой удачи не будет. Эта удача произойдет с другим человеком, у которого есть навыки. Приведу пример. И вдобавок ко всему, сегодня мы так еще обширненько посмотрим на эффект бамбука. Я вроде как-то говорил уже в одном из стримов, что это значит эффект бамбука. Кто не слышал, коротко объясняю. Бамбук первые пять лет растет, его только корневая система растет. И потом, как только она уже полностью готова, за следующий год бамбук может сделать… Ну, там стебель такой, я не знаю, 15 сантиметров, да, пять лет. И как только корневая система готова, бамбук может за год прибавить несколько метров. Поэтому, если вдруг у вас случилось так, что вы не на том финансовом уровне, и вам кажется, что я сейчас, например, пройду какое-то обучение, и жизнь перевернется, и бабки полетят к вам рекой, на самом деле это может произойти в том случае, если у вас есть уже определенные навыки для того, чтобы эти деньги зарабатывать. Допустим, у меня есть, ну, разные совершенно, да, ученики. Есть, которые начинают с полного нуля, есть, у которых там уже какое-то понятие, есть, есть вообще и профессиональные, да, там психологи, гипнотерапевты, те, кто занимается там 5, 10, 20 лет и так далее. И, соответственно, есть ученики, которые с полного нуля задают очень много вопросов, делают, постоянно там изучают все навыки, которые нужно, внедряют их и так далее, и они достаточно быстро приходят к результату. Есть, у кого этот процесс помедленнее происходит, а есть, допустим, те люди, у которых есть там YouTube-канал свой, есть какая-то там реклама и так далее, и когда они ко мне приходят, получают навыки, с помощью которых они могут теперь правильно продавать свои услуги, и такие ученики бывают там за поток там 200, 300, 500, ну, это самый максимальный результат, это 750 тысяч заработал ученик, находясь на обучении. Вот, при этом при всем важно понимать, что это случилось, потому что у него уже была определенная практика, он много работал с людьми, у него уже было, он уже много делал рекламных кампаний, он уже был знаком с маркетингом, и все, что ему не хватало, это как правильно продавать, как правильно мотивировать клиента и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если вдруг вы понимаете, то сейчас вам недостаточно навыков, но большинство людей хотят быстрых результатов, мы, кстати, тоже это более подробно сегодня разберем, я рекомендую гнаться не за быстрым результатом, а вкладывать в первую очередь в себя, учиться и больше удовольствия получать именно от этих процессов, потому что поначалу, да, вы начнете, ну, там точно так же, допустим, когда я начинал, первое мое обучение, которое было, то есть у меня появилась идея, я понял, что моя диагностика произведет определенный эффект на других людей, я сразу же в чат с психологами, я скинул то, что, ну, я вот разработал такую диагностику, применяете ее на людях, и, соответственно, люди понимают, что с ними происходит, и хотят к вам идти в терапию. И ко мне на этот поток собралось сразу 30 человек. Мог ли я там вообще, в принципе, там что-то проводить тогда? Ну, я сейчас там смотрю свой опыт, который у меня был тогда и сейчас, ну, нет, конечно. Опыта было очень мало. При всем при этом, при том, что я сразу же начал, не откладывая ту идею, которая у меня была, и, соответственно, потом я стал допиливать свой продукт. И, соответственно, ну, некоторыми навыками я уже дорастал в процессе уже и оказания этого продукта, да, другим людям. Так, Саша, что такое успех? Это росло одновременно. Это ситуация, которая пришла к тебе, и у тебя есть навыки ей воспользоваться. У тебя есть навыки ей воспользоваться. То есть, ну, там, допустим, ко мне, когда начали люди интересоваться, там, моей методикой, куча людей стала записываться, я уже знал, как правильно там обучать, вести там групповые занятия, как правильно продавать. И, кстати говоря, ну, потом я тоже все это допиливал. То есть, многие люди, допустим, там приходят, то же самое, я думаю, там наверняка такие случаи видео, да, когда человек там встретился с инвестором, у него был там свой какой-то проект. Просто на этапе мысли. То есть, он не знал еще, как этот проект реализовывать и так далее, и так далее. Ну, вот они встретились с инвестором. Возможно, тот дал ему денег. Поскольку у человека не было навыков менеджмента, там, маркетинга, там, понимания продукта и так далее, и так далее, и так далее, да, то человек, получается, что свой шанс упустил. Ну, не то, чтобы шанс упустил, он просто получил опыт. Но если бы человек, который уже все полностью знает, у него есть все необходимые навыки для создания того или иного продукта, запуска какого-то проекта, и когда человек находит инвестора, что можно сказать, да, удача произошла. То есть, это готовность, получается? Правильно я понял? То есть, это когда ты готовишь? Да, это определенная готовность. Да, ладно. То есть, нам важно, чтобы вы сейчас просто поняли, что удача – это не какое-то мифическое. То есть, вы на самом деле можете моделировать себе ситуацию благоприятную для вас, и очень важно, чтобы вы были к ней готовы. И если, допустим, у вас случилась эта ситуация, и вы к ней не готовы, абсолютно ничего страшного нету. То есть, вы что-то сделаете, у вас получится, не получится. Очень важно, один из навыков, если у вас случилась какая-то ошибка, вы потерпели неудачу, просто разобрать эту ошибку и действовать дальше в соответствии с этими выводами. Может быть, такое, кстати, что это случится не с первого раза, не с второго, а, например, с пятого. И это тоже абсолютно нормально. Хорошо. Один из навыков – не жадничать. Самое первое проявление, где это со мной происходило, я в 20 лет работал на автомойке, чтобы накопить себе денег, выйти работать в агентство недвижимости. И там же на автомойке, соответственно, я понял, что оказывается, когда есть люди более опытные, и ты начинаешь у них спрашивать, как что правильно делать, они не просто с тобой делятся, они еще кайфуют от того, что они тебе передают свой опыт. Поэтому, если вам вдруг кажется, что вы подойдете, у кого-то спросите, как что делать, особенно если это у вас там на какой-то работе по найму, в большинстве случаев люди будут рады вам что-то сказать. Самый лучший способ получения каких-то навыков – это найти человека, который уже умеет, и просто спросить у него, как он это делает. При этом, при всем, есть еще один навык – не бояться повторить за другим человеком. Если, допустим, у вас нет какой-то своей стратегии, ну там, допустим, когда я начинал проводить обучение, мне очень нравилось, как это делал Владимир Макулов. И первоначально я просто все делал тупо как он. Вот как видел, так и делал. Потом, конечно, когда прошло время, я уже стал понимать, как правильно, как неправильно, что лучше и так далее. То есть я добавил уже много всего своего. Поэтому, если вы думаете, что за кем-то повторять страшно и стремно, ну, вы ходите, пишете, писаете, кушаете, и вообще практически все действия делаете точно так же, как и абсолютно все люди вокруг. Ну, не будем, да, там, брать эти исключения из правил. Вот. Поэтому, возвращаясь обратно, лучший способ получить какой-то навык, найти человека, который это уже умеет, и, соответственно, попросить у него как. Это может быть ваш коллега по работе или там начальник, может быть, более какое-то старшее звено, да, у вас на работе. Это, значит, можно пойти на какое-то обучение, вы понимаете, что обучают тому необходимую науку, который вам нужен. Вот. Ну, и плюсом ко всему, есть еще в этом некоторые факапы. Очень бывает часто там, допустим, ты занимаешься каким-то делом. Кстати, недавно мне только эту историю рассказали. Значит, человек занимается, пригоняет из Европы, из Японии мотоциклы и перепродает. Ну, вот он продал мотоцикл человеку, человек ему говорит, слушай, а что там, а как у тебя? А давай ты мне все расскажешь. Вот. Я вот, может быть, ты мне поможешь там купить эти два мотоцикла. Я вот там себе хочу. То есть человек начинает там заведомо врать, выдумывать какие-то там истории и все тому подобное. И, соответственно, другой человек, у которого таким образом пытаются выведать информацию, он понимает, что типа завладеть той информацией, которой он владеет, просто так, забесплатно, не отдавая ничего взамен. Естественно, вы будете этого человека сливать и все тому подобное. Да, в большинстве случаев, если вы придете и спросите у человека, который имеет свой бизнес, ну-ка расскажи-ка мне о своих всех подводных камнях, как там, как нужно это делать и так далее. Вас, конечно же, пошлют нахрен. Вот. Либо могут быть какие-то выгодные условия, и вы можете предложить какое-то сотрудничество. Даже, кстати, когда я был в бизнес молодости, были люди разношерстные в БМе. То есть это были конкретные бизнесмены, у которых там свои компании, были средненькие, были начинающие. Было такое задание, что типа, если ты вот только-только начал, и ты видишь, что есть какие-то навыки у человека, там бизнесмена, да, и там предлагалось быть подосиновиком. Такое прям упражнение было. Что типа, ты приходишь к человеку, говоришь, слушай, мне вот нужно, нужны там определенные навыки от тебя, помоги, пожалуйста, этому научиться. и взамен ты говорил там, я могу там быть там твоим ассистентом, или там выполнять твои задачи, все тому подобное. И такой способ тоже был. Вот. В общем, если вы будете пудрить кому-то мозги, выдумывать всякие разные истории, для чего вам нужны все эти, вся эта информация, вас точно пошлют нахрен. Если вы будете более прямолинейны, и говорить, что вам конкретно нужно, и предлагать какую-то ценность, и так далее, то скорее всего вам помогут. Иногда даже не нужно никакой ценности. То есть ты приходишь и спрашиваешь у человека, блин, а как быть, как здесь заработать, подскажи что-нибудь. Я там начинаю. Очень часто, кстати, когда ты приходишь к человеку, говоришь, я начинающий, вот только там пытаюсь все изучить, помоги мне, пожалуйста, там разобраться. И большинство людей с радостью, и с интересом помогают разобраться. Какому-то человеку, который там только что решил чем-то заняться. Погнали дальше. Есть такая штука, называется болтшиппинг. Об этом я узнал тоже на бизнес молодости. Это такая хрень, когда ты начинаешь заниматься тем, что не ведет к тебя к результату. То есть еще один навык, делать только то, что будет приводить к тебя к результату. Не страдать какой-то херней. Допустим, если вы уже имеете какую-то специальность, вы уже эксперт в чем-то, и большинство людей думает, ему недостаточно диплома какого-то там, чтобы поднять его ценность. Мне недостаточно того, этого, пятого, десятого. Либо вообще просто, я вот сейчас допилю этот продукт, и потом начну там что-то делать. Тогда начну его рекламировать, звать людей к себе. Или там, допустим, вообще самое идиотское, кстати, на одном из тренингов я услышал. Если вы хотите быть предпринимателем, ну для начала пойдите хотя бы, откройте ИП. Думаешь, ну во-первых, по закону ты первые три месяца можешь работать без ИП. Ты можешь протестировать вообще все свои гипотезы. Да, даже можешь в принципе брать какие-то деньги с людей. Это по закону никак не преследуется. Если ты в первые три месяца это сделал, ничего страшного нет. Но если вдруг ты открыл ИП, и у тебя ничего не получилось, то ты будешь просто за него платить. Я таких историй очень много слышал, что люди открыли ИП, и, соответственно, просто потом платили за него. Еще один навык. Не бояться ошибаться. Не бояться ошибаться. Что это значит? Значит, это значит, что в любом случае, чем бы вы ни занимались, вы всегда будете ошибаться. Вот когда вы учились ходить, нужно было тысячу раз упасть, ну у кого-то сто раз, там ходить, бегать, кататься на велосипеде. Точно так же, когда вы начинаете ездить за рулем, у вас постоянно, постоянно будут какие-то ошибки, и на основе этих ошибок вы будете менять свою модель поведения. Еще один навык. Просить о помощи. Просить о помощи. Кстати говоря, могу привести пример, что всегда моих... Вот когда ко мне приходит человек учиться, я практически всегда могу определить, кто из них добьется успеха, кто нет. И это очень легко просвечивается, то есть когда человек задает много-много вопросов и просит о помощи, если у него что-то не получилось. Вот. То есть что значит просить о помощи? Если вдруг у вас случилась какая-то ситуация, и возможно вы были где-то на пьедестале, слетели с него, и как бы лучший способ, можно обратиться там к коллегам, к партнеру, точно так же там к своим родственникам, к друзьям, может быть соратникам. Ну вот там, допустим, когда я занимался строительным бизнесом, я всегда на каких-то бизнес-сообществах находился, и если мне нужна была какая-то помощь, я всегда о ней просил. Ну опять-таки, то есть это больше именно не бояться просить о помощи, и в принципе весь мир наш, он коллективный, то есть все, что вы видите вокруг, сделано не одним человеком, а сделано либо большой массой людей, то есть один дизайнер, другой, ну я не знаю, там любое, там телефон возьмем, есть люди, которые строили завод для производства этих телефонов, есть люди, которые сейчас там работают, есть люди, которые разрабатывали ПО, дизайны, железки там, есть люди, которые добывают это железо, да, то есть мы полностью все работаем сообща, абсолютно, и если у вас случилась какая-то ситуация, и вам требуется помощь, ничего страшного в этом нету, идете, обращайтесь, и вам скорее всего помогут. и плюсом есть еще один навык, навык называется любить людей, любить людей, что это значит? Любить людей, и наверное, мы сюда прикрепим еще один навык, учиться продавать, опять-таки, все, что вокруг вас сделано другими людьми, чем бы вы ни занимались, даже если вы какой-то трейдер, и сидите в своем компьютере, вот, возможно, ваш компьютер поломается, или вам, вам нужно будет там, какую-то услугу получить, или допустим, когда-нибудь, кто-то из трейдеров, да, там понимает, что он достиг такого навыка, что может уже обучать других людей, и если вдруг у трейдера нету навыка любить других людей, и служить им, служить им, оказывать какую-то услугу, вот, то, скорее всего, с долей вероятности, он и будет всегда работать в одного, и в принципе, вообще, даже, то есть, любую, любой товар, или услугу, которую мы возьмем, кстати, трейдерство можно сюда не брать, там можно действительно в одного работать, вот, но даже тот же самый бухгалтер, бухгалтер, который сидит и работает с бумажками, он это делает тоже для людей, то есть, любая ваша деятельность, которой, в которой вы занимаетесь, она для людей, для того, чтобы дать человеку какой-то товар, услугу, закрыть какую-то боль, там, и так далее, и так далее, то есть, первое, с чего нужно начать, это любить людей, сразу скажу, что, скорее всего, не получится, и, опять-таки, любовь, это ненатянутое чувство, не получится сделать так, что все, я теперь люблю людей, и все поменяется, если рассматривать, да, там, какие причины, почему вы не любите людей, скорее всего, потому что взаимодействие с людьми у вас вызывает очень-очень много стресса, очень крутой навык, мне когда-то пытались, когда я начинал обучение, мне говорили, смотри, если вдруг тебе зададут неудобные вопросы, ты не будешь знать на него ответ, начинай уходить от этого вопроса, говоря какие-то термины, которые человек не знает, то есть, сделай эффект вау, что, типа, ты понимаешь, ну, оперируя этими вопросами, ой, терминами, аббревиатурами, вот, и, типа, вот таким вот образом можешь уйти от ответа, я тогда говорю, слушай, ну, говорю, а в чем, типа, прикол, ну, если я не знаю, то, что у меня спрашивают, если я не знаю, ну, я скажу, не знаю, или, там, подумаю над этим вопросом, отвечу на него вам позже, и по сей день у меня такое же отношение, то есть, я прям на обучение говорю, ребят, я, как бы, очень много всего знаю, на, практически на все вопросы я вам отвечу, но если будут вопросы из разряда, почему, блядь, солнце светится, или почему так работает подсознание, то есть, я знаю, как оно работает, да, почему оно так работает, ну, по каким-то законам Вселенной, да, потому что нас такими сделали, хотя, ну, опять-таки, многие причины я там разбираю, в общем, если я чего-то не знаю, я спокойно могу сказать, что я этого не знаю, почему этот навык важен, очень часто он проявляется, где-то в рабочих отношениях, у кого, кстати, такое было, что, допустим, вам объясняют, как выполнить то или иное задание, вы киваете, говорите, да, 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 хорошо, я все понимаю, ушли, и такие думаете, ебать, а как же я сейчас все это делать буду, то есть, вместо того, чтобы сказать человеку, что, смотри, я вот это, вот это, вот это не понимаю, объясни, как мне правильно делать, человек уходит, имитирует борную деятельность, вот, кстати, очень часто такие истории заканчиваются увольнением, или нервными срывами, выгоранием, и все тому подобное, вот, в общем, если вы чего-то не знаете, не бойтесь в этом признаться, не знаете, не знаете, это абсолютно нормально, что вы чего-то не знаете, просто говорите, что вы не знаете, и спрашиваете, как это сделать, плюсом еще, есть такая штука, как вести аналитику, и эксперты, и бизнесмены, очень много людей на этой истории погорели, вот, когда ты считаешь, что те деньги, которые зашли к тебе на ИП, и ты думаешь, что это не деньги компания, ты думаешь, что это твои собственные деньги, вот, плюсом ко всему, плюсом ко всему, если у тебя нет аналитики, ты не понимаешь, сколько тебе нужно выдать зарплат, ну, то есть, ты не можешь, ты не можешь понять вообще, где твои деньги, где деньги компании, где деньги твоих сотрудников, вот, и все тому подобное, ну, и, собственно, я не скажу, что я мастер аналитики, но на самом минимальном уровне, в котором она нужна, она у меня полностью есть, то есть, все можно легко посчитать, посмотреть, что, когда, сколько заявок, вот, кому сколько, там нужно выплатить, там и так далее, и так далее, я не говорю то, что там есть просто многоуровневая аналитика, и в нее там очень много вникать, можно это все делать, просто на элементарном уровне, чтобы вы понимали всегда, в какой точке вы находитесь. Еще один навык, не ждать быстрого результата, вернемся к эффекту бамбука, вот, и, допустим, опять-таки вернемся к той самой декомпозиции, про которую я говорил, с помощью которой вы будете понимать, какие вам нужны конкретно шаги сделать, чтобы получить тот или иной результат. И, соответственно, если, если вы понимаете, что вы хотите выйти на новый финансовый уровень и осознаете, что вам нужен навык, там, оказание услуг по-другому сделать, продаж, маркетинг нужно освоить и все тому подобное, вы эти навыки сразу не приобретете, сразу же у вас не появится результат финансовый, да, то есть единственное, на что вы можете опираться, получилось, ну, там, в маркетинге разобрались, там, в продажах разобрались, или в услуге, то есть каждый вот этот шаг, маленький, вы, ему, можно приучить себя радоваться ему, то есть ориентир в этих моментах должен быть не на большой результат, что я, там, 30 тысяч зарабатываю, там, 50, или, там, кто сейчас зарабатывает, теперь я в 500, там, прыгнул, кто-то считает, что только это результат, нет, результат это каждый ваш шаг по пути к вашей какой-то цели, и радоваться вот этим маленьким шагам, если вы не будете уметь радоваться этим маленьким шагам, вы не придете к большой цели, когда я начинал консультировать людей, первые 500 рублей, 1000 рублей, 2000 рублей, я безумно каждой этой сумме был рад, когда я продал первый свой пакет из пяти сессий за 10 тысяч, блять, моему восторгу просто не было предела, и каждый мой такой шаг, все, чему я обучаюсь, да, то есть, все, что мне нужно, все навыки, которые я усваиваю, я каждому навыку и каждой продаже всегда очень сильно радуюсь, это еще один навык, мы переходим к еще одному навыку, воспринимать любую критику абсолютно нормально и адекватно, то есть, есть критика деструктивная, есть критика объективная, если эта критика понимаете, что деструктивная, вы ее не используете, при этом, при всем, что как бы эта критика не была в ваш адрес, она может быть любящей, может быть нейтральная, может быть вообще в какой-то злой форме к вам, быть направлена, да, то есть, через скандалы, какие-то, может быть, выяснения отношений, претензий, и все тому подобное, это не говорит о том, что вам не стоит рассматривать эту критику, то есть, абсолютно любую критику, в какой бы форме донесения она ни была, вы сначала смотрите конструктивное, неконструктивное, если конструктивное, и, соответственно, делаете работу над ошибками, и идете дальше, а какой же самый главный навык, как вы думаете, какой самый главный навык, как ты думаешь, Саша, какой самый главный навык, да, не знаю, мне кажется, нет никакого главного навыка, все верно, нет никакого главного навыка, то есть, не будет такого, что вы изучите один навык, и, соответственно, вся жизнь у вас удастся, нет, абсолютно нет, то есть, может быть такое, что вам сейчас, для того, чтобы получить результат, необходимо несколько навыков, вы берете один, второй, изучаете, да, и внедряете потом. Там еще, смотрите, ребят, как, Саш, такую точку зрения скажу, многие бизнесмены, там, интервью у них брали, спрашивали, почему у вас там успех, они говорили, блядь, если честно, повезло, блядь, и там еще, ну, еще такой чувак, недавно тоже видел где-то, короче, миллионер американский, убрал, короче, ну, все деньги свои убрал, там, говорит, я сейчас за год, начну миллион зарабатывать, эксперимент такой, он, он там год прям реально денег отказался, что-то там начал, там, с посудомой, ну, как же, что-то посуду мыть, 60 тысяч долларов, да, с нуля начал, и 60 тысяч долларов заработал, и сделал вывод, что, блядь, ни хрена, у меня не получится заработать, каждый день, не очень сложно, потому что там, на самом деле, да, очень много факторов, там, успех, удача какая-то, мистика срабатывает, но как-то запрограммировать успех, на самом деле, тяжеловато, блин, вот прям так, чтобы он, может, трудиться надо, но самое главное, конечно, трудиться, думаю, нужно, да, если, да, один еще из навыков, то есть, постоянно действовать, что никто не хочет делать, так это же самое главное, что делать, все думают, я этот, у меня, короче, я, я в пятницу уехал, там, к родственникам, ездил, никто из родственников особо, этот, ну, я, я не общаюсь с родственниками, вообще, я им не рассказываю, блядь, что надо действовать, и все, тому подобное, короче, ситуация такая, значит, рассказывает мне дядя, любить родственников, рассказывать им все, да, да, не, зачем мне это нужно, я, я, ну, сейчас я просто, этот, расскажу, целиком, ты поймешь, в общем, я прихожу, он говорит, я, говорит, захотел зарабатывать 250 тысяч рублей, загадал себе, и потом, говорит, думаю, может быть, я неправильно себе загадал, по поводу этих, 250 тысяч, и у него просто щелкнуло, что 250 тысяч на СВО платят, и, короче, через день ему позвонили с военкомата, и он говорит, смотри, какое совпадение, типа, я загадал, а мне звонят, мне, говорит, не очень хочется этих 250 тысяч рублей, вот, и, как бы, вот, ребят, 250 тысяч, суть в следующем, что, кому-то из людей кажется, что они что-то там загадают, надышат маткой себе что-то, зарядят воду на успех, или я, вот, пару дней назад, там, гипнотерапевта, одно смотрел, тоже не буду, как обычно, говорить имя, там они ебать собрались в кружочек, и передавали энергию изобилия, сука, друг другу в руки, вот, и после этого, в энергию изобилия, они пошли дальше, и теперь все деньги мира пойдут к ним, вот такая вот хуня, просто заплати 100 тысяч рублей, приди на ретрит, мы поделимся с тобой энергию изобилия, у меня есть, он говорит, у меня, видишь, я до хуя зарабатываю, на таких вот лохах, как вы, вот, поэтому приходите ко мне, как бы, почувствуйте энергию изобилия, а я почувствую ваши деньги. Ну смотри, вот Саш, есть такая точка зрения, да, что есть якобы у нас призвание какое-то, да, или таланты, и вот если ты в талантах призвание находишь, и там будут деньги, как ты к этому относишься, твоя личная позиция? Призвание, призвание, то есть, есть позиция такая, что ты находишь призвание, и там будут деньги, то есть, это секрет денег, успеха, в том, что ты нашел свое призвание, и в нем топишь, вот это, может быть, такой вариант, как ты к этому, к этой позиции относишься? Ладно, ну, во-первых, у меня есть опыт, в котором мне постоянно хотелось сменить жену, и сменить работу, мне все время казалось, что вот стройка, это, сука, не тот бизнес, которым мне стоит заниматься, это очень сложный бизнес, очень стрессовый, все тому подобное, я избавился от стройки, пришел, пришел, начал работать с людьми, но, как выяснилось, весь тот стресс, который был у меня в стройке, он, сука, стал у меня возникать здесь, я как не мог записывать видео, так и не могу, у меня как, ну, до нервного срыва меня доводили какие-то взаимоотношения с клиентом, так и доводят, вот, но на самом, то есть, у меня уже не было прямого контакта с людьми, у меня просто уже были автоматические внутренние реакции, то есть, я постоянно боялся, что там что-то случится, что там кто-то пожалуется, вот, ну, в общем, там, как бы весь этот стресс, который был там, он сюда же тоже со мной перешел. Так, получается, здоровье важно, ты сейчас про здоровье говоришь. Психологическое, психологическое здоровье, то есть, да, то есть, получается, что на самом деле, если бы я мог, как другие, блядь, бизнесмены, вести стройку и не стрессовать там и не бухать потом из-за этого, каждую неделю, я там на денечка два, как минимум, в запой уходил, если бы я мог спокойно перерабатывать весь этот стресс, я бы, может быть, и вообще бы не пошел бы в психологию, не изучал бы, было бы прекрасно и жил бы счастливо, все было бы зашибись. Но поскольку для меня это было невыносимо, я стал пробовать как бы другие способы. А оказывается, что везде, сука, есть стресс и смысла менять там деятельность, пока ты с этим не поработаешь со своей головой, абсолютно нету. Ну, опять-таки, представь себе такую ситуацию, да, у тебя нету денег, ты такой, блин, как бы мне, как бы вот сейчас быстрее мне разбогатеть, а тебе говорят, слушай, не надо изучать никаких навыков, не нужно работать со своей головой, работать со своими страхами, всего лишь навсего погрузись в призвание и когда ты будешь в призвании, ты будешь с утра просыпаться с кайфом, клиенты будут течь к тебе рекой, ты вообще даже не будешь думать о том, чтобы отдохнуть, тебе будет хотеться работать все больше и больше, но когда человек начинает работать по призванию, он может точно так же выгорать, выгорать, он может, да вообще даже он может в призвании даже нихуя не заработать, не то, чтобы выгореть, вот, поэтому, к сожалению, призвание... Ну, получается, смотри, можно сделать какой, совокупность навыков и психическое здоровье, два таких? Да, да, две составляющие. Рецепт успеха от Александра Толстых это в чем? Три составляющих. Да, ну, рецепт успеха... Навыки, навыки, навыки и третье, психическое здоровье. Если чего-то не будет одного хватать, то все, ну, не получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok